Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь-24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гутих. Из-за позднего посева у нескольких районов края возникли сложности с уборкой урожая. Проблему обсудили на совещании у губернатора. 9,5 тысяч рабочих мест созданы и модернизированы в крае с начала этого года, что изменилось для самих сотрудников. Огромную опухоль из груди 12-летней девочки удалили алтайские хирурги. Раньше за такие операции не брались. О том, как им удалось сделать ранее невозможное, расскажем в выпуске. Алтайские аграрии убрали урожай зерновых с площади больше 2,5 миллионов гектаров. А это более 80% от запланированного. Собрали больше 4 миллионов тонн зерна. Об этом сообщили на оперативном совещании у губернатора края Виктора Табенко. Сейчас уборка практически завершена в Локтевском, Родинском, Егорьевском, Завьяловском, Групцовском, Ключевском и ряде других районов. Однако на нескольких территориях возникли сложности. Сложная уборочная у нас обстановка сосредоточена из-за полёбовских хлебов. Это в Биско-Чумышской и Пресалаирской зоне, это Тогул, Целинный, Яльцовка, Салтон, Кытманово. И в северо-западной связи с поздним посевом это Бурла, Панкрушиха, Крутихов, где убрано от 50 до 65% уборки. Но и прогноз погоды на сегодняшнюю, на предстоящую неделю, он не сильно полезен для уборки сельскохозяйственных культур. Всего в Алтайском крае осталось убрать почти 580 тысяч гектаров зерновых. Также хозяйство ведут уборку рапса и льна. Уже начался сбор подсолнечника и сои. Средняя цена на зерновые примерно на 30% выше, чем в прошлом году. Так, за январь-август этого года цена пшеницы сложилась на уровне более 9,5 тысяч рублей. 9,5 тысяч рабочих мест созданы и модернизированы в Алтайском крае с начала этого года. Это почти на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ведущими отраслями по количеству созданных и модернизированных рабочих мест остаются предприятия оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства и обрабатывающих производств. Продолжается увеличение количества рабочих мест в организациях здравоохранения. За 8 месяцев этого года здесь создали 230 рабочих мест. Около трех тысяч организаций края создали новые и модернизировали существующие рабочие места. Из них две тысячи работодателей находятся на территориях муниципальных районов. Это очень важная аналитика, которая отражает экономическое развитие нашего региона. Потому что рабочие места отражаются прежде всего на благосостоянии каждого из нас. Чем больше создается рабочих мест работодателями региона, чем больше модернизируется рабочих мест, тем более активно развиваются все сферы жизни нашего общества и каждого человека в отдельности. Подробнее о модернизации рабочих мест мы расскажем в вечерних выпусках новостей, а также обсудим в программе интервью дня. Смотрите сегодня в 17.15. А пока перейдем к другим темам. Лучшие бизнес-проекты выбрали на региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России-2019». Он прошел в Алтайском техническом университете. Это молодые, амбициозные предприниматели, которые, в принципе, кто-то учился профессионально, а кто-то понял, что я вижу потребителя, я могу сформировать уникальный продукт. И, соответственно, вот так стартанул, в большей степени это поиск стартаперов. Возраст участников от 18 до 35 лет. В конкурсной программе 6 номинаций. Торговля, сфера услуг, инновационное предпринимательство, интернет-предпринимательство, производство и сельское хозяйство. К участию допускались только зарегистрированные бизнесмены. Победители в каждой номинации получили сертификаты на покупку оргтехники, а также возможность представить свой проект на всероссийском этапе конкурса в Казани. Сферы проектов разные. Например, в номинации «Инновационное предпринимательство» победила Алиса Гладущук. Девушка представила проект универсальных гель-скреплений для съемных протезов. Центральная рынка на сегодняшний день. В России на сегодняшний день нуждаются протезированные в верхней конечности более полутора миллионов человек. К другим темам. 12-сантиметровую опухоль удалили из груди подростка хирургия Алтайского клинического центра охраны материнства и детства. Это уникальный случай в медицинской практике наших врачей. До этого за столь крупные опухоли даже не брались. Отправляли на операцию в Москву. О подвиге алтайских хирургов и по-настоящему ювелирной работе расскажет Елизавета Конева. Сейчас Даша Ромашкина уверенно идет по коридору. Теперь уже и не верится, что всего неделю назад девочка перенесла серьезную операцию. Опухоль росла в ее грудной клетке на протяжении 12 лет. С самого рождения. Первые симптомы появились всего месяц назад. Даша дважды перенесла воспаление легких. Антибиотики не помогали. Обратились в Рубцовский стационар. Там обнаружили доброкачественную опухоль. Нужна срочная операция. Отправляем в Барнаул. Решили врачи. Долгое время мы преследовали воспалительные процессы. И в итоге, когда уже температуру нам не смогли сбить антибиотиками, диагностировали, что у нас образование, с чем мы сюда и попали. Опухоль в 12 сантиметров выросла между сердцем и легким. Из-за нее жизненно важные органы были поджаты и смещены. Это и вызвало воспалительные процессы в организме. Раньше за такие случаи алтайские хирурги не брались. Отправляли на операцию в Москву. Хирург краевого центра материнства и детства Константин Тен – единственный, кто решился на столь сложную операцию. Он извлек опухоль ювелирно с помощью эндоскопа, оставив лишь всего три точки на боку вместо длинного разреза. Полостную операцию подросток перенес бы тяжелее. Большую часть времени заняло именно извлечение сплевральной полости, потому что при таких размерах надо было делать, естественно, доступ соответствующий. Поэтому мы удаляли, по сути, частями. Вводятся инструменты. Потом, когда уже образование удалено, делается небольшой доступ в пределах двух-трех сантиметров и извлекается уже наружу. Всего хирург и его команда работали два с половиной часа. Операция прошла успешно. Сейчас Даша стремительно идет на поправку. После операции я, когда в реанимации была, у меня еще было такое немножко состояние, как будто у меня по 39 температура. Сейчас я себя чувствую хорошо, как обычный человек. Что-то болит? Нет. Все нормально уже. Сегодня Дарья немного переживает, что пропустила начало учебного года и важные контрольные работы. Пока есть время, нагоняет материал, занимается самостоятельно. Уже в конце этой недели она вместе с мамой окажется дома. И в истории болезни врач поставит точку. Елизавета Конева, Антон Червяков. Новости. Расслабиться на берегу реки, да еще и под хорошую музыку. Бесплатный концерт «Цвет настроения осень» дали в Барнауле для сотен отдыхающих на набережной Аби. Вокальные и танцевальные номера исполнили два детских коллектива города – шоу-балет «Арт Старс» и вокальная студия «Резонанс». Также для зрителей выступили вокалист Юрий Мещеряков и скрипачка Мария Трусова. Она сыграла мелодии из советских мультфильмов. Это историческое место города Барнаула, во-первых. Во-вторых, потому что это такой культурный объект. Ну и плюс очень красивый вид на реку Обь. И плюс уже создан амфитеатр, в котором, как можете наблюдать, полные зрители уже. Новая набережная Аби с момента открытия стала для барнаульцев излюбленным не только местом для активного отдыха, но еще и культурного. Здесь провели десятки концертов и других мероприятий. Напомню, это частью туристического кластера «Барнаул-Горнозаводской город». И к новостям спорта. Открытие барнаульской Титов-арены переносится по техническим причинам. Поэтому первая домашняя игра хоккейного клуба «Динамо Алтай» в этот четверг пройдет на другой площадке – Карандин-арене. Вход для болельщиков будет бесплатным. В начало в 19 часов. Открытие Титов-арены состоится в субботу, 28 сентября. Серебро и бронзу завоевали алтайские спортсмены на чемпионате мира под хэквондо. 14-летний Никита Демин и 55-летний Ислам Нур Ибрагимов. Соревнования прошли в болгарском Пловдиве. Со спортсменами встретилась наша съемочная группа. Это классическое приветствие тэквондистов. С него начинается каждое занятие. Сегодня оно не совсем обычное. Показать мастер-класс начинающим бойцам пришли Никита Демин и Ислам Нур Ибрагимов. На чемпионате мира, который прошел в болгарском Пловдиве в августе, они завоевали две медали. Ислам Нур Ибрагимов стал вторым среди ветеранов в категории 50-59 лет, уступив спортсмену из Японии. А Никита Демин взял бронзу среди юниоров от 14 до 17 лет. Для Никиты это было первое мировое первенство. Вообще, приехав на чемпионат мира, я даже не подозревала, что тэквондо может быть, допустим, в Камбодже, в Канаде, в США. И в моей категории было много соперников из разных стран. Спортсмены из Барнаула выступали в категории «Комплекс технических упражнений». Они должны были продемонстрировать разнообразный набор приемов – тули. Всего их 24. Судьи оценивали технику исполнения, выбирали победителя. Никита Демин свое мастерство на татаме показал без тренера – Дмитрия Савельева. На чемпионат мира могли поехать только два человека, поэтому наставник за результатами подопечного следил через интернет. Единственное, как я мог отслеживать, это была таблица, в которой продвигались спортсмены. Я просто полночи сидел и смотрел, как бы вот раз, появился следующий, следующий. Как он сначала прошел, латвийца, конечно, было радости. Потом чилийца выиграл. Ну и когда он вышел с родоначальниками тэквондо, спортсменом из Северной Кореи, там, и когда он его выиграл, эмоций было много. Роль тренера Никиты взял на себя Исламнур Ибрагимов. Как признается, за подопечного волновался больше, чем за себя. Когда ты сам выходишь, то все отдается тебе. То есть ты сам себя можешь контролировать. То есть у тебя есть эта возможность контролировать. А вот когда выходит другой, и там это самое, как бы переживаешь, и нету возможности контролировать. И поэтому вот этот вот конфликт происходит. Ты хочешь контролировать и не можешь. Спортсмены планируют участвовать в чемпионате мира и в следующем году. Никита мечтает стать чемпионом мира, Исламнур – наставником чемпиона. Иван Горбатов, Роман Хайрулин. Новости. На этом у меня все. Смотрите телеканал «Катунь-24» и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова